Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Антиковидный пакет документов обязателен. Теперь в Карачаево-Черкесии допуск граждан осуществляется при условии предъявления QR-кода. Как прошла итоговая аттестация и оздоровительная кампания среди школьников, об этом и не только говорили на коллегии Минобра Республики. Более 40 лет ее голос звучал на волнах нашего региона. Не стало профессионального диктора Республиканского дома радио Дины Муратовны Гагиевой. Бесконтрольный скот становится причиной автоаварии. Полицейские и фермеры Прикубанского района рассмотрели пути решения данной проблемы. С сегодняшнего дня из-за резко выросшего числа заболевших и умерших от COVID в стране начинаются выходные, которые продлятся до 7 ноября. Также с сегодняшнего дня в Карачаево-Черкесии допуск граждан в организации общественного питания, кинотеатры, торгово-развлекательные комплексы осуществляются при условии предъявления QR-кода о вакцинации или об отрицательном результате ПЦР-теста. Согласно указу главы Республики, ответственность за исполнение постановления возложена на руководство организации, которые должны организовывать контрольные пункты на входах в здание. В случае не выполнения требования, а проверки QR-кодов, нарушители могут быть оштрафованы. Сегодня у Карачаево-Черкесии выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 27 593 человека, из них 24 037 выздоровели, 947 человек госпитализированы. В Доме правительства прошла коллегия Министерства образования и науки Карачаева-Черкесии с участием заместителя председателя правительства Дмитрия Бугаева. На ней подвели итоги государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году, заслушали итоги организации летнего отдыха и оздоровления детей и другие вопросы. Подробнее Мураджан Кёзов. Открывая встречу, министр образования и науки республики Инна Кравченко представила педагогам нового заместителя председателя правительства Дмитрия Бугаева, курирующего в том числе сферу образования. Дмитрий Юрьевич человек не новый в системе образования. Все тонкости работы системы образования и науки Карачаева-Черкесской республики знает, владеет, проблемными местами интересуется. Очень надеемся и верим в то, что совместно мы будем достигать определенных целей и задач с вашей помощью, уважаемые коллеги, в том числе. И делать все для того, чтобы качество знаний, качество образования в нашем регионе становилось лучше и лучше. Заседание коллегии началось с приятной процедуры награждения федеральными грамотами и нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения» Министерства просвещения Российской Федерации, а также почетными грамотами правительства Карачаева-Черкесии, на повестку дня был вынесен вопрос подведения итогов государственной итоговой аттестации по программам основного, общего и среднего образования. В 2021 году при проведении государственной итоговой аттестации в 11 классах впервые была использована технология получения экзаменационного материала по сети интернет и сканирования в аудиториях пунктов проведения экзамена. Все пункты были технически оснащены для применения новых технологий. Также в этом году впервые экзамен по информатике и КТ проходил в компьютерной форме. Для сдачи итоговой аттестации учащимися 11 классов в республике было организовано 22 пункта сдачи экзаменов, 210 аудиторий, в том числе 7 пунктов на дому для детей с ограниченными возможностями. И количество таких детей по сравнению с прошлым годом увеличилось практически в два раза. Поэтому на коллегии было предложено организовать совместную работу с Министерством здравоохранения по созданию для этой категории выпускников специальных условий. Перед муниципальными органами управления образования стоит задача по взаимодействию с учреждениями здравоохранения и ПМПК в части обоснованности и объективности создания особых условий этой категории участников на экзаменах. На коллегии отметили, что сравнивая результаты ЕГЭ 2021 года по всем учебным предметам с результатами прошлых лет, наблюдается положительная динамика по увеличению среднего балла по 7 предметам из 11. На коллегии обсудили и вопросы организации летнего отдыха и здоровления детей. Также были заслушаны доклады руководителей подведомственных организаций об итогах работы. Муратченко, Саврусан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Саврусан Харченко, Вести Карачаева. Время – 14. Температура ночью 0, минус 2, днем – 11-13, выше нуля. Продолжаем выпуск. Печальная весть на 1986 году ушла из жизни Дина Муратовна Гагеева. Наша коллега – диктор республиканского радио. О ее жизненном и творческом пути расскажет Альбина Ламкова. Классический национальный институт высокопрофессиональных дикторов невозможно было представить и без Дины Гагеевой. Ее голос звучал на волнах нашего региона 42 года. В ее трудовой книжке была всего лишь одна запись о приеме на работу в 1960 году. Каждую передачу Дина Муратовна пропускала через свою душу. Особо это касалось передачи о фронтовых письмах и теме, посвященной войне в Афганистане. Она приехала, написала передачу. Елена плачет, и я плачу. И я плачу, и Елена плачет. Короче говоря, все передачи мимо моего сердца. Ни одна передача не прошла. Дина Гагеева была первым профессиональным диктором на абадинском языке. На русском языке тоже вела передачи. Пробовала себя и в роли журналиста. Были авторские работы. В каждый дом она заходила как самый важный, долгожданный и дорогой гость. С ее уст люди узнавали новости региона. Голос был глубоким и красивым. При всей официозности звучания на радио Дину Муратовну всегда отличало чувство слова. Легендарные Юрия Левитана и другие дикторы Всесоюзного радио были ее учителями. Она среди той уникальной плеяды дикторов областного радио. Это все Дина, Люба, Люца, Александрова. Это вообще была умница, женщина в возрасте. Хасин Братов на черкесском языке. Недавно потеряли веру Топчаеву. Это были высокопрофессиональные, простые, общительные, но талантливые. Прежде всего там и голос нужно иметь. И Дина просто была умницей. Ведущий программы радио на абадинском языке Хаджисмеля Джибекова, говоря о Дине Муратовне, сказал, что в первую очередь она была профессионалом. Среди коллег пользовалась большим авторитетом. На протяжении долгих десятилетий ее голос ассоциировался с самыми важными моментами в жизни, отметил он. Народ так любил Дину Муратовну Гагиеву, что новорожденному мальчику в Красном Востоке дали имя Гаги Дина. Имя это говорит о многом. То есть у нее официально, хоть и не было каких-либо там наград, допустим, официальных, каких-либо официальных званий, но народ присвоил ей звание народного диктора. К своим коллегам Дина Муратовна относилась с большим уважением. Особое внимание уделяла молодым журналистам. Пройдя хорошую школу от своих наставников, она передавала свой опыт и навыки молодым дикторам и радио-ведущим. Я с ней не работал, но мне посчастливилось ее застать. Мы очень часто были у нее в гостях, потому что когда готовили материалы о ветеранах журналистики, радиожурналистики Карачаева-Черкесии, мы обращались и к ней. Дисциплина в работе диктора на радио была жесткой. К эфиру относились бережно, дорожили каждой минутой. Вычищали тексты, которые были не только грамотными, но и максимально насыщенными информацией. Чтобы мы не пришли за полчаса до передачи, этого никогда не было. Это уже считалось, что ты прогулял, как бы ты опоздал. Например, для моего народа я была как свет в окошке. Почему? Потому что у них другого ничего не было. Только они ждали, когда начнутся передачи, наши концерты. Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших. В мероприятии приняли участие представители различных подразделений из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского, краев Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также из управления на транспорте по СФО и Казанского юридического института МВД России. Министр подчеркнул, служба в полиции не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом пусть даже случайно оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду. Для этого мало быть профессионалом, необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным. В результате ДТП на автодороге Пятигорск-Карачаевск пострадали двое несовершеннолетних. 30 октября на 118-м километре автодороги Пятигорск-Карачаевск несовершеннолетний водитель автомашины «Аллада Приора» не справился с управлением и допустил съезд с автодороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия с многочисленными телесными повреждениями в лечебное учреждение доставлены и госпитализированы 17-летний водитель и 17-летний пассажир автомашины. Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и причины автоаварии. Данный участок автодороги не является очагом аварийности. Проблему бесконтрольного выпаса скота, которая в последнее время все чаще становится причиной дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями, обсудили в поселке Мичуринский Прикубанского района. На совместном круглом столе полицейские и фермеры рассмотрели наиболее эффективные меры и механизмы воздействия на негативных нерадивых хозяев парнокопытных. Ахмат Халкечев подробнее. Проблема бесконтрольного выпаса скота в нашем регионе, к сожалению, была и остается актуальной. На встречу с представителями ОГИБДД районного отдела внутренних дел по Прикубанскому району пришли владельцы наиболее крупных фермерских хозяйств. На повестке один, но крайне важный вопрос. Как образумить фермеров и владельцев сельскохозяйственных животных, которые не понимают, что их беспечность кому-то может обойтись больно дорого? Местом проведения встречи в данном формате Мичуринский выбран не случайно. Буквально пару недель назад на въезде в этот населенный пункт со стороны Пятигорска из-за вопиющей безответственности хозяина одной лошади трагически оборвалась человеческая жизнь. Пассажирка автомашины Мазда, 65-летняя жительница поселка Октябрьский, погибла на месте до приезда кареты скорой помощи. Водитель данного транспортного средства с различными травмами был доставлен в Кочерково города Черкесска, где сразу же был помещен в оперблок и ему была сделана сразу же экстренная операция. Он находится в стабильном состоянии, но также серьезно пострадал. Мы не можем говорить, что по вине лошади было совершено дорожное происшествие, оно было совершено по вине собственника данной лошади. Собственнику данной лошади грозит крупный штраф, в том числе и, возможно, уголовное преследование по данному факту. Участники совещания выработали механизмы по воздействию на безответственных владельцев сельскохозяйственного скота. Теперь инспекторы на патрулях при выявлении бесконтрольно-посущегося скота вблизи автомобильных дорог будут фиксировать данное правонарушение, после чего делом займутся оперуполномоченные. Также принято решение всех фермеров в данном поселении ознакомить с действующими нормами законодательства и под роспись обязать их соблюдать. Я думаю, каждый житель, каждый, кто держит скот, он должен отвечать за свой скот. И вот последняя трагедия, многие-многие поняли в этом, что содержат люди, тем более погибли люди. И я думаю, что каждый для себя урок сделал там уже. Сотрудники ГИБДД призывают проявить ответственность, что, в свою очередь, убережат всех от непоправимого. По статистике, неутешительно. За текущий год на территории одного прикубанского района было допущено 15 дорожно-транспортных происшествий с участием бесконтрольного скота. Один человек погиб, двое пострадали. Ахмад Халкищев, Ислам Урумов, Вести Крычаево-Черкесия, Прикубанский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение сериала «Медиум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова